МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Эльвира Волженцева, и это первый выпуск моей программы «За решеткой». За моей спиной женская исправительная колония номер 6, в которой отбывают наказание несколько сотен женщин-преступниц. Только сегодня и только для нас нам пообещали показать здесь все, что мы сами захотим увидеть. Ох, и что-то мне подсказывает, что это будет самая необычная экскурсия в моей жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю вам сдать запрещенные предметы, оружие, крест на мобильную связь. Пожалуйста. Оружия у нас нет. Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Эльвира, я корреспондент «Орел Таймс». Здравствуйте. Заместитель начальника учреждения по воспитательной работе Горбачева Ирина Николаевна. Очень приятно. Здравствуйте. Пройдем в жилую зону? Пойдемте. Самое большое количество женщин находится здесь за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На втором месте – убийство. Дальше идут кражи, причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи. Женщины свободны передвигаются по территории? В предусмотренном законном порядке, но в движении между объектами они не ограничены. То есть мы сейчас можем на территории видеть кого-то из осужденных? Конечно. На данный момент сейчас проводятся воспитательные мероприятия по отрядам, но в соответствии с тем, какой объект нужно посетить, они будут передвигаться по территории. Либо в сопровождении сотрудников, либо с их разрешением. В большинстве своем здесь отбывают наказание сроком от 5 до 10 лет. Однако 6 женщин будут находиться в изоляции от общества от 15 до 20 лет. Самой молодой женщине, которая находится в колонии – 19 лет. Самой старшей – 72 года. Мы находимся в одном из отрядов женской исправительной колонии номер 6. И сейчас у нас есть возможность посмотреть, в каких условиях здесь проживают осужденные. Это Елена, она живет в этом отряде и обещала провести нам экскурсию. Елена, ну пойдемте, будете рассказывать, сколько всего человек живут в отряде. Ну конечно, тут все очень одинаковое, но есть вот элементы уюта, вижу. Можете показать свою кровать? Да, конечно, пройдемте. Первое, что бросается в глаза, что все кровати идеально заправлены. Наверняка есть такое требование. Наверное, работа такая у меня требовательная. Я вообще сам человек ответственный просто, но к этому отношусь очень. Уходя на работу, я все аккуратно, чтобы никаких замечаний не было, в принципе. По кровати могут быть различные замечания? Ну да, да, по кровати, заправь кровати, очень обращает внимание на это. По тумбочкам, вот, тумбочкам я непосредственно. Что может быть на тумбочке и чего вообще не может на ней быть? Ну, на тумбочке у нас может быть цветочек, ну а в тумбочке у нас вот, в принципе, есть опись, которая по описи, что может храниться, ну ничего лишнего такого нету. Там зубная щетка, паста, там туалетная бумага, тетрадь, там две ручки, иголка, нитка. Все, больше ничего такого лишнего нет. Опять же, да, вопрос по поводу кровати. Можно ли отдохнуть на ней в течение дня, вздремнуть, присесть? Ну нет, конечно, нет. Ну нет, у нас вот подъем, ну в принципе, ушли на работу девчонки, с этой стороны, наверное, остаются. Комната у нас есть в ПВР, где можно телевизор посидеть, посмотрите, а так нет. Ну режим есть режим. В котором часу вы просыпаетесь? Ну вот у нас подъем в 6 часов утра. А отбой? Отбой в 10. То есть до 6 утра и до 10 вечера кровати можно забыть? Да. Да. Елена отбывает наказание уже 5 лет. Всего ей дали 10. На свободе ее ждут муж и трое детей. Ее осудили, когда она была на пятом месяце беременности. Полтора года ее младшая дочь провела с ней в колонии. Потом девочку забрал супруг, а саму Елену перевели в Орел. У меня старшая дочка от первого брака. Но у меня муж был наркоман. Он у меня умер от передозировки наркотиков. А это непосредственно друг его, которому я передала эту марихуану. И он просто навел на меня наркоконтроль и сказал, вот она проживает. И вот я сказала, да, я передала, потому что я ее никогда не употребляла. Но передала, это такой же сбыт. Вы понимали, что за это действие вас смогут отправить на долгие годы? Ну, как-то я не сталкивалась с этим ни разу. Поэтому я, наверное, недопонималась, что такой бы срок был бы. Наверное, это не пошло бы, потому что у меня не было такого, чтобы в семье кто-то сидел, кто-то употреблял наркотиками. Такого просто нет. А когда вы уже окончательно поняли, что все-таки вам грозит реальный срок, и то, что вам придется оказываться в колонии, как вы вообще представляли себе жизнь в колонии? Ну, я не знаю. Ну, конечно, так как в кино, как показ, конечно, это неправда. Но представляла себе то, что я знала, что я человек такой адекватный. Ну, я думаю, что будет все нормально, будет там работа, что-то будет стремиться любыми как-то судьбами, чтобы выйти пораньше, как-то стремиться к этому. Не, но все равно вот некоторые там бывают родители, там говорят, что в кино там показывают, там бьют чего-то, бьют. Нет, ну, вообще такого нет. Скажите, вы привыкли здесь находиться уже со временем, или к этому все равно как-то невозможно привыкнуть? Нет, невозможно, конечно, привыкнуть. Ну, конечно, домой тянет, и все. Состоянно скучаюсь все равно. Ну, как-то стараюсь с этим отвлекаться, там работа, ну, все, вот отвлекаешься. И ждешь, пока придет время, чтобы пораньше как-то уйти. Следующая точка – это комната приема пищи или кухня, может быть, да? Ну, да, комната приема пищи. Чем это отличается от обычной кухни? Можно ли здесь приготовить еду? Ну, я думаю, практически ничем, то, что нет газовой плиты, да, А, так вот, ну, в принципе, вот у нас стол тут, где посуду мы ставим, да, тут на стул посуду. У каждого своя посуда или это общая? Тут посуда, это вот общая, есть у каждого своя тарелочка, кружечка непосредственно, тоже это есть. Это у нас вот холодильник, у нас вот такой большой холодильник, вот нам новый дали холодильник, вот такой большой. Продукты в холодильнике самые разнообразные – и молочка, и мясо, и сладости. Кто что любит и кому на что денег хватает? Все, как в свободной жизни. Часть своей зарплаты, которая порой достигает и 25 тысяч рублей, осужденные тратят на еду. Голода в колонии нет. Из продуктов разрешается все, кроме алкоголя. К новогоднему столу можно было заказать даже красную икру. На дни рождения многие готовят торт из покупных коржей. Ну, на самом деле, кухня особо ничем не отличается от обычной, но тут заинтересовал меня один предмет – это ножи 3 штуки на такой цепочке. Что это значит, как ими пользоваться? Острые ли они? На самом деле, нет. Они не острые. Можно ли мне что-то отрезать? Ну да, конечно, можно. Ну, вот кто-то там мешал, туда там один человек тут готовит, там один сюда, там кто-то подальше, там досочку взял, режь, но чтобы не мешаться друг другу, да? Все-таки, возможно, вот таким ножом отрезать. Ну, не все-таки попробуйте. Если постараться, то можно. Ну да. Смотрите ли вы здесь телевизор, книжки, может быть, читаете? Ну, книжки читаю, там, вон, у нас, допустим, вот комната ПВР есть. Комната ПВР – это что? Это как мероприятие, у нас телевизор там, мероприятие проводится. Это здесь в отряде? Да, да. Можем сейчас тоже пойти, да, посмотреть? Да, конечно. Как вы выбираете то, что вы будете смотреть по телевизору? Какие программы смотрите? Ой, я, например, люблю новости смотреть. Как вы канал смотрите? Ну, любимый канал. Ну, я люблю второй канал смотреть. Россия-24, мне нравится смотреть. Ну, и на где новости, я всякие вот эти, ну, не очень. То есть, новости смотрите, знаете, что в стране происходит? Ну, да, да. Какие из последних событий вас больше всего удивили, например? Ну, вот то, что Медведев еще в отставку уходит. Вот прям удивился. Но, несмотря на все бытовые условия, возможность смотреть телевизор и быть в курсе последних событий, находиться в колонии тяжело. Прежде всего, эмоционально. Личное пространство практически отсутствует. Каждый день приходится взаимодействовать с одними и теми же людьми. Бывает такое, что иногда вот обидно, примерно, ну, приехал человек, вот, примерно, там, у него такая статья, ему дали три года, ну, примерно, да, у него, там, пять килограмм, там, кероина какого-то. А вот, допустим, я приехала, там, мне 72 грамма, там, марихуана мне дали 10 лет. Ну, как-то, думаешь, у той женщины, там, нету детей, там, вообще, я не знаю, или, там, один ребенок, а здесь беременную закрыли. Ну, как-то, вот, с этим бывает не то, что там обидно, а как-то, вот, думаешь, ну, как так, вот, судьи, там, как-то. У всех своих регионах разные. Просто, вот, видишь, по регионам, допустим, вот, с Воронежа едут такой срок, там, с Тулы едут другой срок. С Белгорода едут маленькие, с Тулы опять, там, 10-16. А мой взгляд, я не знаю, но есть такие люди, которые действительно, я считаю, что они не заслужили такого срока. Ну, на самом деле, вот, есть, с которыми, да, действительно, общаешься, там, и смотришь их недели, приговор, да, ну, не скрывают девчонки, дают читать, ну, я считаю, некоторые не за свое сидят. Ну, на самом деле, это очень большой срока, когда такие дают. Ну, пусть, может быть, там, совершил преступление, там, да, наказан, но не на такой срок. Ну, вы как считаете, заключение в колонии, оно способствует исправлению? Нет, я считаю, что нет, что человек озлабливается, наоборот. Ну, я считаю, что это он злобный становится, и все это, наоборот, надействует на психику. Ну, я считаю, что это не исправление, а просто, просто нервная система у человека, рушится, и все. А находясь здесь в колонии, как удается сохранить свою нервную систему? Ну, как-то, я не знаю, может быть, больше терпишь. Ну, все зависит от характера, наверное, бывают люди вспыльчивые. Ну, характер большую роль играет. Вот, например, я спокойна, мне кажется, может быть, это даже и хуже. Я все в себе, в себе, в себе. Но у меня такого нет, чтобы у меня, я говорила, что у меня конфликтов нету здесь, ну, никаких. У меня, в принципе, со всеми все нормально. Переживаешь там за дом, да, думаешь о родных, о близких, и как-то все это в себе, в себе, в себе таишь. Здесь многие говорят о Будо, о желании выйти поскорее. Вот, что нужно для того, чтобы это случилось, чтобы можно было подавать документы на УДО? Ну, прежде всего, это не нарушение, но это там, чтобы не было рапорта, это чтобы нарушение, там, драка, вот эти конфликты такие. Ну, в культурных массовых мероприятиях это вообще очень большой плюс, там, участие в мероприятиях принимать. Ну, это первым делом. Ну, и, конечно, естественно, на работе, чтобы, ну, на работе все было тоже нормально. Главное в нашей работе – сохранение социально полезных связей в учреждении. Потому что женщина, которая, которая есть куда возвращаться, вряд ли совершит повторное преступление. Сохранение связи с мамами, с детьми, с мужьями. Бывают, конечно, ситуации, когда семейные отношения и браки не сохраняются. Часто это происходит? Часто отказываются от своих близких, когда они в такой ситуации оказались? Я бы не сказала, что часто, но случаются такие истории, когда мужья присылают сюда документы о разводе. Но бывают и ситуации, когда женщины здесь уже создают семью. И в прошлом году у нас состоялось два бракосочетания. Здесь, в колонии? Здесь, в колонии, да, мы приглашали сюда государственных регистраторов, которые здесь засвидетельствовали брак. Ну, сегодня вы можете встретиться с одной из женщин, которая здесь сочеталась с браком. А вот как раз перед нами и невеста в недавнем прошлом, Наталья, у которой свадьба была здесь, в колонии, 18 сентября. Что собой представляет день свадьбы в этом учреждении? Как это вообще все происходит? Вот началось утро. Вы невеста. Что дальше? Утро началось и на работе. Мне позвонили, сказали, что у меня сегодня свадьба. Я, конечно, мне вопрос, какая свадьба? Как? Мне сказали, как. Меня забрали, я в отряд сходила, сделали мне девчонки прическу. Потом сюда привели, не сюда, а на КДС. Что такое КДС? Комната длительного свидания, там у нас свадьба была. Он привез платье, туфли, кольца, все-все. Вы с ним обговаривали, какое вам нужно платье, какие вам нужны туфли? Или он сам выбрал все для вас? Нет, я ему сказала, только не короткое все. Туфли, я про туфли вообще ничего не говорила. Ни про сережки, ни про кольца, ни про туфли он сам. То есть он вам привез и одежду, и аксессуары, и кольца. Двое туфлей. На выбор? Да, какие подойдут. Мы подошли самые первые. Я его мог не стараться, но уже все. Как ваши соседки по отряду как раз отнеслись к вашей свадьбе? Ну, конечно, зависти было много. Много, да? Много зависти. Как вы поняли, что вам завидают? Ну, шушуку не за спиной, это ладно одно, потому что тюрьма женская, понятное дело. Зависти очень мало, как поняла. По разговорам, по лицу. Одной хорошо, другой нет. Вот зачем? Разные люди, это разные. Какие у вас планы, вот как только вы выйдете, что вы сделаете? Вы уже придумали со своим супругом какую-то программу действий? Нет, я еще об этом даже не это. Нет, он говорил. И за ворот выйдешь, поедем отдыхать. Я говорю, раздрасьте, пожалуйста. Говорю, я домой буду хотеть. Мы поедем отдыхать, и все. Когда у вас есть свободное время, вот чего вам хочется больше всего? Домой хочется больше ничего. Тут не может хотеться. Только, наверное, домой. Да не только у меня, но и многим. Как вы думаете, здесь, в колонии, есть люди, которые отбывают наказание ни за что? Которые невиновны в преступлении. Я не знаю, каждый человек невиноват по-своему здесь. Поэтому я судить другого человека не могу. Все говорят, что невиновны. Однако здесь сидим. Многим. Помогает ли колония исправиться? Нет, оно делает людей жестокими, жестче. Человек сидит, пускай, в принципе, пять лет с одними и теми же людьми, одними и теми же проблемами. Что бы вы могли сказать тем людям, которые попадают в колонию первый раз? Потому что многие, когда понимают, что это случится, они фантазируют об этом, думают, читают, интересуются, но не понимают, как себя вести. В этих условиях. Как правильно это должно быть? Я не знаю. Сама все, это первый раз, когда попала, это быть собой, не грубить. Когда приходишь в чужой отряд, тем более людей не знаешь. Не грубить, уважать друг друга. Там что-то плохого. Да плохого говорить не надо никогда. Так люди такие же. Все. Они все понимают. Ко мне лично отнеслись хорошо. Бывает, люди приезжают очень такие эмоциональные, прям, как говорится, дай порвать, да нечего. Нет. Просто вести себя тихо, спокойно. Не ругаться ни с кем, никому не перечить. Особенно тем, которые уже сидели очень долго. Так что тут так вот в этом плане очень тяжело сначала. Кто свыкается, привыкают, кому идти некуда потом после этого, от ситки то же самое. Все молчат. Все сидят и молчат. Никто не ругается, короче. Тяжело очень тут находиться. Вообще тяжело. Это даже вот тут не передать. Это тяжело. Вот человек выходит на свободу. Люди в окошко глядят. Они радуются. То, что вот один ушел, завтра другой уйдет. Скорее всего, и мы скоро пойдем. А чему тут радоваться? Кто не знает, что тут радоваться. Тут уходишь на работу день за день. Все. Не летят. Главное дело, срок идет. Когда-нибудь оно закончится. Вот так вот лучше сказать. Какой бы сложной для женщины ни была жизнь в колонии, кроме быта, работы, личных переживаний, в ней есть место и простым женским радостям. Например, на территории колонии работает парикмахерская. Или, как говорят здесь, местный салон красоты, в котором можно сделать даже маникюр и окрашивание ресниц. Как вы вообще узнаете о модных тенденциях в бьюти-индустрии? Ну, выписывается у нас различная литература, в которой, значит, описываются новые техники какие-то. А также я владею, на воле приобрела какие-то навыки, которыми я могу воспользоваться, в принципе, здесь. Можно ли здесь сделать какое-то сложное окрашивание, типа шатуши или балаяш? Делаете такое? Да, такое мы делаем. Это возможно, но не всегда просто, в силу некоторых технических невозможностей. Ну, а бывает вообще такой запрос от женщин на что-то такое, ну, необычное, суперсовременное, супертрендовое? Бывает. Расскажите теперь вы, как часто вы посещаете это место, вот это парикмахерскую, какими услугами обычно пользуетесь? Ну, я раза 3-4 посещаю месяц, обязательно ногти, вот выпрямление волос-то очень часто, потому что волосы имеют природные завитки, окраска скабельная. Мы же женщины, в любом месте должны оставаться женщины. Скажите, сложно ли поддерживать красоту в условиях колонии? Несмотря даже на то, что вот у вас здесь есть парикмахерская, можно много разного сделать, но тяжело ли? Нет, несложно. Абсолютно, я вам скажу, что за воротами этого учреждения, что здесь абсолютно ничего, разницы нет. Для меня это ощущение свободы какой-то. Я хочу выглядеть для себя, смотреть в свое зеркало и радоваться. Кстати, об услугах. Особым спросом у осужденных пользуется магазин. Покупают, как правило, по многу. В магазин ходят по спискам. Наличных денег у женщин здесь нет. Все средства хранятся на индивидуальном спецсчете, с которого списывается стоимость покупок. Замкнутое пространство, распорядок дня и стены здесь очень давят. Отдушиной для многих становится творчество. Здравствуйте. Прекрасная незнакомка. Кто вы? Сегодня я просто ваше гости. Разве этого недостаточно, ваше величество? Вы принцесса. Вы настоящая принцесса. Я сразу об этом догадался. Это Худокормова Юлия Николаевна, начальник отряда и художественный руководитель этого театра. Юлия Николаевна, если честно, вот побыла на вашей репетиции и, ну, лукавить не буду, удивлена. Потому что удивил и уровень, и костюмы. Но отбор здесь серьезный? Или вот все-таки главное желание попасть на эту сцену? Или все-таки умеет? Главное, конечно же, желание, их инициатива. Они захотели, они загорелись, им это нравится. И я работаю, естественно, с теми людьми, которые хотят проводить время свободное свое таким образом, кому это нравится. Что осужденным дает участие в театральном кружке, помимо хорошего настроения? Ну, я думаю, что, в принципе, развитие каких-то творческих способностей, это очень важно. Возможность уйти от каких-то негативных моментов, связанных с лишением свободы, забыться на какой-то момент, окунуться в какие-то другие предлагаемые обстоятельства. Все это их как-то поддерживает, как-то их стимулирует. Но, кроме того, естественно, активное участие вот в театральном кружке, естественно, оценивается руководством учреждения, поощряются осужденные, поощряются правильным начальником учреждения. Сколько спектаклей у вас в репертуаре, и куда вы потом деваете все эти замечательные костюмы, которые после них остаются? В настоящий момент в репертуаре нашего театра два спектакля, подготовленных вот в последнее время, за последний год. Все костюмы от этих спектаклей, о спектаклях, показанных ранее, хранятся в костюмерной нашего театра, который я могу вам показать. Отлично, тогда пойдемте посмотрим. Это наша костюмерная, это наша художник по костюмам Любовь Полохова. Люба сейчас вам расскажет о наших костюмах. Спасибо. Проходите. Ого, сколько у вас тут всего? Да, это прошлогодняя ночь перед Рождеством мы ставили. Король Лир. Что первое вы сделаете после того, как выйдете из колонии? Вы столько окажетесь на моль? Вы знаете, у меня есть близкие. Мама, папа, брат, сестра. Сын через месяц женится. В свадебное путешествие уезжает на Мальдивы. Конечно, есть чем заняться, но первое – это семья. А дальше буду думать с работой. У меня была профессия, к сожалению, такая, в которой я не могу вернуться в силу обстоятельств. Закон это запрещает осужденному. Поэтому. Чем вы занимались до того, как попали сюда? Преподавала в институте. Я не думала никогда об этих местах. У меня не было в руках моих знакомых ни одного человека, который был бы здесь. Но так сложилась судьба, что пришлось познать все это. И, конечно, я представляла это совершенно по-другому. Как, наверное, в кино, в фильмах. Скажите, вот вы когда-то смогли привыкнуть к тому, что вы находитесь в колонии? Нет, никогда. Внутри присутствует всегда ощущение, что это что-то временное. И завтра я проснусь, и этого не будет. Я сижу достаточно долго, но это ощущение от меня не ушло. А вот момент вот этой адаптации, долго приходилось адаптироваться к таким условиям? Лично у меня долго. Я была сломлена, мне было очень плохо. Но я преодолела все это. Почти целый день я пробыла в колонии. Удивило многое. Столько противоречий. С одной стороны кажется, что здесь пансионат или детский лагерь. А с другой, в глазах осужденных столько скорби, ненависти, грусти. Мои собеседницы говорят, жизнь здесь своего рода социальный эксперимент. 24 на 7 приходится находиться в присутствии чужих, зачастую неприятных людей. С каждым днем напряжение нарастает. А выплеснуть свои эмоции нельзя. Человеку приходится ломать себя. А психика ломается сама. Можно ли сделать так, чтобы в общество вернулись морально здоровые люди? Поговорим об этом в следующем выпуске. В памяти оставим то, что мне забыть. Тот, чему мы рады. Тот, с чем будем жить. Наступают новые дни. В небе загорятся новые звезды дни. Все, что не случилось. С Новым годом, мама, с Новым годом, мама, с Новым годом, поздравляем вас, друзья. От Москвы до Клана, Питера и Камы, счастья пожелаем быть тебе за нас. С Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok